Сейчас вот занят президентскими выборами в Румынии со стороны одной оппозиционной партии. Я член бюро здесь, в городке возле Бухареста. Завтра будет последний, второй тур президентских выборов. Так, член бюро, еще раз, какой партии? Партия оппозиционная, альянс двух партий. Она какого направления политического? Либерального. Либеральная партия. Но я не член партии, я просто спутник. Сторонник, да, так сказать? Хорошо, но вы же гражданин Румынии, да? Да, уже 22-23 года. У меня двойное гражданство, как у, наверное, половины населения республики Молдова. Или треть населения Молдовы. У нас есть или румынское гражданство, или украинское, или российское, или вообще болгарское, польское, немецкое, израильское. У моей сестры есть португальское второе гражданство. Так что... А у всей семьи у моей есть румынское гражданство. И мои братья двое живут здесь, в Бухаресте, двое в Исландии. Но сестра моя переехала из Португалии уже второй раз. То есть, молдаване заселили весь мир. Я знаю, у меня подруга есть, она подписчица моего канала. И Татьяна, она живет в Италии, гражданка Италии. А ее сын до последнего времени жил в США. Вот как-то так. Разбрелись, что называется. А с чем это связано? Экономическая ситуация в Молдавии заставила людей разъехаться? Да, конечно. Потому что, наверное, Молдова с Украиной самые бедные страны Европы, европейского континента. Или материка, как называется. Континент, правильно. Континент, да. Но бедность эта приходит от коррупции. А коррупция приходит от, наверное, Приднестровской войны 1992 года. Да. Войны, которую развязала Россия. Давайте так. Я дам короткую, по возможности, короткую справку по Приднестровью для слушателей. Потому что в 90-х я занималась своей личной жизнью, мало интересовалась Приднестровьев. У нас глобальные перемены были, они требовали нашего внимания в России. Поэтому многие в России мало что об этом знают. И особо в новостях мы не слышим ничего про это. Поэтому давайте возобновим, что называется, немножко освежим. Приднестровская Молдавская республика. Как все-таки называется это новообразование. Я на превью вывесила фотографию карты, такую схематичную. И вы могли увидеть, как распространилась в длину вдоль Молдавии, вдоль Украины. Приднестровская республика. Получился очень широкий фронт. Поэтому было трудно, наверное, на такой территории обороняться им. Наверное, это и была идея, чтобы эта республика выглядела как рана, или как фронт, или как широкий карман, куда пропадают большие деньги. Понятно. Ну вот, согласно административно-территориальному делению в Молдавии, большая часть территории, контролируемой ПМР, это что такое ПМР? Приднестровская Молдавская республика. А, ну вот, сократили так, интересно. Входит в состав Молдавии как автономное территориальное образование. Другая часть входит в состав Молдавии как муниципий Бендеры. То есть, муниципалитет, наверное, Бендеры, да? Официально у Приднестровья нету никакого статуса. Она просто самопровозглашенная, разделенная. У нас с ней почти нету никаких связей. Там сидят таможенники. И она не входит. Входит только официально на международном уровне в состав Республики Молдова. А так официально у нас с ней почти никаких связей есть. Автономия — это Гагаузия. Там живут турские, туркские молдаване. Они тоже по-русски говорят. И они тоже сторонники Путина и России. Но это другое дело. Они на юге там несколько частей. Понятно. А вот это Приднестровье, у нее нету еще статуса. Они еще не... Они этот конфликт заморозили, эту войну заморозили. И у Приднестровья нету статуса. Она провозгласила свою независимость даже до Республики Молдова в 90-м году. А Молдова только после Путия. Еще до того, как Молдова провозгласила. Да, да, да. Вот такой у нас парадокс. Они празднуют свой день независимости 2 сентября, начиная с... С 90-го года. С 90-го года. Но Молдова стала независимой только в 91-м в августе. Год позже. После Путия. Ну вот, население составляет около 500 тысяч человек и состоит из Молдаван, русских и украинцев, примерно в равном соотношении с языком межнационального общения первого родного языка или второго родного языка русским. Население за столетия совместного проживания в значительной степени смешанное. На бытовом уровне владеет несколькими языками. Подавляющее большинство исповедует православие. Официальными языками являются молдавский, русский и украинский. Это унитарная президентская республика. В 2016 году на президентских выборах победил Вадим Красносельский. По итогам выборов парламента 2015 года большинство мест получила партия обновления. Республика провозгласила независимость от Молдавской ССР в 90-м году на фоне событий так называемого парада суверенитетов и распада СССР. А после вооруженного конфликта в 92-м году полностью отделилась от Молдавии. Молдавия не признала отделение республики и вопрос о статусе данной территории остаётся нерешённым. С этого момента ведётся вяло текущий диалог по разрешению конфликта. Ситуация вокруг Приднестровья часто характеризуется как замороженный конфликт. О чём вы и сказали. Теперь давайте ваше впечатление. Вам тогда в 92-м году было 18 лет. Или почти 19, да. Меня могли забрать в армию, бороться там за независимость или защитить, не знаю, что, интегритет, интегритати или как, целостность, суверенитет и целостность республики Молдова. Но её, как независимого государства, ещё не существовало. Только в 92-м во время конфликта. А в 91-м Молдова была только суверенная. Она провозгласила суверенность 23 июня 90-го года. Вот из-за этого и появился конфликт. Годом раньше, в 89-м году, Верховный Совет Республики Молдова в составе Советского Союза принял закон, что молдавский язык государственный и не только это, но ещё и с графинской, с латинской графикой. А, то есть, хотели на латинь перевести, да? Не хотели, но это и сделали. В 89-м, в августе. Вот из-за этого они и придумали конфликт. Вот из-за этого и несколько из депутатов из этого совета, те, которые были с той стороны Днестра, решили сделать свою республику. И чтобы они имели вот такую республику, как было в Советском Союзе. Как будто три языка официальных. Молдавский, украинский и русский. Но все говорят по-русски. Как было в Советском Союзе, они вот это и сохранили сегодня в ПМР. Пропадает звук немножко. Да, не знаю, что может быть. Вот сейчас хорошо вроде бы, но как-то он плавает. Наверное, проблемы с этими наушниками. Ну, вроде бы нормально пока. Слушайте, какое значение для людей имеет язык и правила его написания? Вы посмотрите, готовы убивать друг друга только потому, что там Верховный Совет Молдовы решил, что переводим на латиницу. Это удивительно. Ну, то есть, хорошо, они попытались отсоединиться, но большинство... Был ли референдум какой-нибудь в Молдове, чтобы осуществили они свою волю? В Республике Молдова или в левой части? Нет, в Большой Молдове референдум проводили на тему соединения вот этой части республики? Нет, но предлагали. Предлагали делать референдум, но только в левой части стран. Наверное, там уже после 30 лет пропаганды люди будут голосовать за независимость, как было в Крыму, но если спросить других молдаван, то они скажут, что нет, пусть будем вместе, как во время Советского Союза. Так, очень трудно нам слышать вас. Так, а может быть вы попробуете наушники от телефона какие-нибудь? Нет, они короткие. Без микрофона? С микрофоном на короткие. Я попробую с микрофоном от камеры, наверное. Ну, давайте. Плавает. Так, Дмитрий Долов пишет. Язык не может быть предметом раскола, однако мы слышим, что может. Учите английский, короче, говорит Дмитрий Долов. Слушайте, молдаване вообще полиглоты, получается. Они знают минимум три языка, каждый. А ещё идёт четвёртый, это от страны пребывания. Если молдаванин работает в Италии, значит, он знает итальянский. А если в Исландии, то есть там местный язык, какой он там, исландский или какой. А в Португалии, он учит португальский, поэтому они полиглоты все. Так, что у вас там с микрофоном? Не смог я найти. Как переключить? Ну ладно, давайте так будем пробовать. Как это всё происходило физически? Я не очень понимаю. Допустим, там местное самоуправление Приднестровья решило, что нет, мы от вас отсоединяемся. И там, наверное, какие-то митинги проводились, да, наверное, какой-то опрос мнения, что там было, как они... И они заявили там где-то в парламенте Молдовы, мы от вас отсоединяемся. Или как это было? Или просто какая-то резолюция какого-то митинга сказала, всё, теперь мы суверенные и отдельно от Молдовы жить будем. И это пошло в массы. Как это вообще? Я не представляю. Можете рассказать? Где-то так, но они после этого начали атаковать полицейские участки и держать силу там. Ставили казаков и ихнюю армию сделали. И вот так начался конфликт. То есть они захватили государственные учреждения, да? Видимо, полицейские участки, там было оружие, видимо, да? На территории, может быть, Приднестровья какие-то военные части стояли, да? Есть. И сейчас есть русская 14-я армия. И были ещё другие. Там есть склад боеприпасов. Огромный для всей Южной Балканской армии Советского Союза. И у этих сепаратистов появились не только пистолеты или Калашниковы, но ещё и танки, и БТР, и всё, что угодно. Как было в Донбассе, как было в Крыму. Понятно. То есть они сразу стали угрожать, что будут защищаться, да? Защищать свою территорию. Но такая длинная граница, вот неужели этого всего хватило для того, чтобы обороняться на такой длинной границе? Это длинная граница на реке Днестр. Да. А, то есть перейти её не так просто, да? Да, можно. Но они взорвали несколько мостов и всё, отсоединились. Но ещё забрали и Бендеры, который город на правой стороне Днестра. А это как случилось? Они по мосту перебрались и там линию обороны устроили, да? Да, да. По мосту перебрались танки, русские танки. 14-й армии. Есть кадры, видео. Несколько раз молдавская милиция и волонтёры отбивали сепаратистов из Бендер. Потом принимали приказы из Кишинёва отставить. Потом опять забирали. И так боролись, и несколько сот людей умерло из-за этого. И потом оставили. До краины Бендер официальная Молдова. Внутри Бендер Приднестровская республика. А Бендер это и Тирасполь. На разных, на разной стороне местра. Реки? Реки. И они связаны только мостом и даже троллейбусной линией. Близнецы. Как два города-близнецы. Понятно. А зачем им понадобилось Бендеры захватить? Ещё один город. Потому что только в городах есть русское население. А в сёлах там украинцы и молдаване. А в городах есть и русские. Нужна была треть, наверное, хотя бы русских. А вот Игорь спрашивает вас, какова роль Лебедя, генерала Лебедя, там, в Приднестровском конфликте? Так их было двое. Один руководил авиационной армией, кажется, в Кишинёве. А тот другой, которого убили в вертолёте, руководил 14-й армией. И не знаю, если тот Игорь, но был один Игорь, который живёт в Приднестровье. И я его пригласил в этой передаче. Может, он включится? Скажите ему, пусть мне пишет, как его найти в скайпе или как вам писать. И пусть включится, и он говорит, если тот Игорь, если нет другого. Я не знаю, какой-то ас. Игорь Ас. Не знаю. Значит, желающие присоединиться к нашему разговору о Приднестровье могут добавить ко мне в скайпе. Найти меня по логину, который я сейчас опубликую. А выше я давала ссылку на канал Олега, и вы впоследствии сможете к нему подписаться на его канал, если знаете болтовский язык. Так, сейчас я напишу. А вы пока расскажите, как вам удалось отвертеться от службы в армии и участие в этом военном конфликте, непосредственном участии. Сначала я объясню, что молдавского языка нету, и его придумали еще в царской России, и поэтому дали румынскому языку кириллицу русскую графику, чтобы люди думали, что это два разных языка. Но это один и тот же язык. На этом же языке писали и говорили и румынские, и молдавские писатели. Ион Крянг, Михаил Минеску, Михаил Садовяну и так далее. И румынские, и молдаване говорят, что это их писатели. И большая часть румынской Молдавии, включая первые три столицы, Бая, Сучава и Ясы, остались с Румынией. И в середине 19 века они объединились и сделали большую Румынию. А Бессарабию в начале 19 века царская Россия отобрала у Молдовы и у Турецкого. Олег, очень плохо слышно вас. А Бессарабию что мы не слышали? Забрала царская Россия в 1812 году. И тогда они и придумали молдавский язык с кириллицей. Вот из-за этой кириллицы-латиницы начался Приднестровский конфликт. И придумали и Приднестровскую республику. Даже Молдавской республики не было до 20 века. Только в 1918 году, или в 1917 после Октябрьской революции, Бессарабия провозгласила свой суверенитет, потом в январе 1918 году свою независимость. Копал опять звук. А в марте из-за войны, из-за угрозы извне, парламент Бессарабии, тогдашней Бессарабии, решила присоединить Бессарабию к Румынии навечно. И эта навечность длилась только 22 года. Потом Сталин пришел в 1940 году после пакта Молотова-Риббентропа и отобрал Бессарабию обратно, уже к Советскому Союзу. И тогда он и нарисовал сегодняшние границы республики Молдова. Без северной части, которая отдала Украине. Без южной части, которая тоже отдала Украине. Но зато присоединила Приднестровье. Первый раз к Бессарабии присоединили Приднестровье. В 1940 году. Потом в 1941 вернулись румыны. И они сделали... В 1940 году что? Сделали Приднестровье первый раз. Так, а я, между прочим, выросла в Бессарабии, в городе Измаиле. Да, вот это была настоящая Бессарабия. Та земля принадлежала воеводам, румынам, Бессарабам, которые основали Валахию в 1331 году. Вот тот Бессарабий дал имя той части земли. Но потом в 1812 году русские перехитрили турок и сказали, что Бессарабия вся часть земли между Прутом и Днестром. И отобрали Бессарабию на два столетия. В общем, я заметила, что когда я хоть какой-то звук издаю, у вас появляется звук тоже вашего микрофона. Так что я периодически буду дакать или акать. Уж извините, чтобы оживить ваш звук. Так, ну, в общем, всё из-за языка. Я просто потрясена. То есть, представляете, какие тектонические сдвиги. Нет, я не думаю, что это из-за языка. Это, скорее всего, внешняя политика России или Советского Союза. И это только выдумки, что из-за языка, или по национальным признакам, или из-за православия. Ничего подобного. Никто ничего не имел против. То есть, они хотели иметь военную базу на территории Приднестровья. Они имели. Они всегда имели, но хотели иметь марионеточный режим. Ну, чтобы не договариваться с Молдовой, да? Да, труднее договариваться с Молдовой. И они предлагали... И Козак приезжал 10 или 15 лет назад, приезжал и предлагал план Козака, как воссоединить Молдову. И предлагал федеративный вариант, как Россия. Чтобы были три республики. Гагаузия, Приднестровье и Молдова. И чтобы решали те две, которые подконтрольны в Москве. Так вы не рассказали, как вы отвертелись от участия в этом конфликте личного? Я просто не хотел вообще в армию, не только из-за конфликта. И я обрадовался, что они одобрили закон о том, что можно сделать факультативную армию, или это называется альтернативную армию. Да, альтернативную. По пацифистским причинам или религиозным. Но я атеист, агностик, атеист, и не хотел... Называться, да, так? Я хотел называться, но по атеистическим причинам не можешь... Ну зачем лгать, да. Так. Да. Вы назвались пацифистом. Да, да. И я и есть. Я активный пацифист уже 30 лет. И два года платил четверть своей зарплаты государству. Работал на стройке один год, а потом другой год на телевидении. И вот... Интересный ход со стройки на телевидении. Супер. А что вы там делали на телевидении? А что делают люди на телевидении? Я был помощником режиссера и начал учиться заочно на режиссера. И я стал кинорежиссером, потом закончил факультет в Бухаресте тоже. Прекрасно вообще. Так, значит, в Молдове, нам это очень интересно, есть такой закон, по которому ты можешь отказаться служить в армии, но должен выплачивать какую-то компенсацию, да, которая идет, наверное, на развитие вооруженных сил. Или на содержание политической мафии. То есть вы считаете все-таки правит в Молдове политическая мафия, да? И в России почти везде. В этом регионе, да. Вынуждено согласиться с вами. Вот. Ну, дальше, как развивался конфликт, и вообще, что вы можете об этом рассказать? Если вы, конечно, в теме, потому что, я так понимаю, вам пришлось уехать подальше или нет? Или вы тогда еще жили в Молдове, в Кишиневе? В 92-м году я работал на стройке, начал учиться уже осенью, ходил только, сдавал кровь, чтобы помогать тем, что на войне и на фронте. И только в 95-м я приехал в Румынию на учебу, а там конфликт заморозили уже летом 92-го. Опять пропадает. Нет, я поэтому и сдаю какие-то странные скуки, да. Вы не обращайте на них внимания. Так, тот военный конфликт длился только несколько месяцев. Он начался где-то в это время, осенью, зимой 91-го года. Но в активной фазе он воспламенился 2 марта 92-го года, когда Молдова вошла в ООН, как суверенное государство. Вот тогда они сделали первые атаки на полицейские участки в Дубасарах, город на севере этого Приднестровского региона. И вот тогда началась и война. И длилась до, кажется, 29-го июля того же года, когда Снегур, наш президент, и Елтин, ваш президент, подписали мирный договор. Ну как же это же... Снегур и кто? Елтин. И Елтин. Елтин, угу. Да, говорили, что это гражданская война, а мирный договор подписали Снегур и Елтин. Почему-то. Ну понятно. Слушайте, а действительно само... Как бы это... Разоблашение. Получается. Да. А вот скажите, как реагировали молдаване, которые жили на территории Приднестровья на вот это вот отделение? По-разному. Некоторые переехали в Молдову, или уехали в Румынию, или вообще в Европу. Некоторые остались и продолжают бороться. Я знаю, есть румынский лицей. Румынский лицей? Румынский лицей в центре Террасполя. У них официально молдавский язык с русской графикой. А есть лицей Лутиан Блага с румынским именем. И они уже 30-й год выживают там. И в Бендерах есть такой лицей. Так. А как же местные власти разрешили там лицеи эти устраивать? Это удивительно. Да. Да. Демонстрируют демократичность свою, толерантность. Да. Но не разрешают, скажем, в одном селе возле Дубасарь, не разрешают выставлять молдавский флаг на 1 сентября или окончание школы. И петь молдавский гимн. Просто приходят полицейские или гражданские, не разрешают это делать. Слушайте, а что в Молдове на 1 сентября дети поют гимн Молдовы, да? Конечно. А какой? Ну да. То есть это традиция? Да. Нет, не обязательно. Не они поют, а ставят в колонках и поют. А, а я думала детям. Потому что у нас тут начали вводить уже обязанность детей, там, каждый день петь гимн, и некоторые нервничают на эту тюрьму. Может и поют. Я не был в школах давно, но в колонках точно ставят гимн, и это обязательно. Но вы знаете, у Молдовы и Румынии есть тот же флаг, триколор, и было одно время, кажется, год после провозглашения суверенитета, тот же гимн, где штапты ты Румынии, он был и в Молдове тоже. Так что не зря вы спрашивали, какой гимн поют. Вот было время, и пели тот же гимн. Кажется, единственный наш олимпийский чемпион Тудор Касапу, тяжеловес, когда участвовал в Америке и взял медаль, тогда пели гимн Румынии. И это не была ошибка, и потому что у нас был тот же гимн, как и у Румынии. Я часто слышала, что Румыны, в принципе, не прочь были бы объединиться с Молдовой. Большинство Румын проголосовали бы за воссоединение, но Молдовани еще нет. Растет число молдаван, которые хотят воссоединения, но только, наверное, третий или только четверть молдаван хотят воссоединения. И это, я думаю, из-за пропаганды. Про Альца? Чьи пропаганды? Советской, царско-российской, а сейчас русской, кремлевской пропаганды. Молдаване еще смотрят первый канал РТР, ТНТ, РЕН-ТВ и все, что угодно. Молдова еще под информационной российской оккупацией. Понятно. Скажите, Олег, у нас тут в России в последнее время поднимается тема СССР-2, ну, то есть возрождение СССР. Многие люди, помешанные на этой идее, нотальгируют по той советской жизни как-то. Много ли молдаван поражены этой болезнью, я считаю? Ну, это мое мнение. Да, я думаю, что да. Из-за того же факта, что нас контролирует русская пресса, русская медиа, русские телевидения, и люди не знают другого сценария. Они ностальгируют и продолжают голосовать за коммунистов, за социалистов, за любого, который им обещает вернуться в Советский Союз. Понятно. Скажите, а насколько нам известно, Румыния в последние годы показывает очень хороший рост экономики. И, наверное, молдаване, наблюдая за этим, должны наоборот были бы склоняться к теме объединения, поскольку очевидно, что в Румынии живут лучше, чем в Молдове. Или это не факт? Я тоже ожидал, что после входа Румынии в Европейский Союз в 2007 году резко будет расти унионистское настроение молдаван. Но оказалось, Румыния тоже коррумпированное государство, и у румынских политиков те же интересы, как и у молдавских, и как у других мафиотов. И они почти ничего не делали для воссоединения, кроме того, как давать нам стипендии, чтобы учиться в румынских вузах или в лицеях и так далее. Я вот учился на таких стипендиях. И иногда давать румынское гражданство тем, у которых родители... Ну, политические какие-то причины покинуть Молдову, да? Нет, нет. Румыния не даёт политического беженства молдаванам, нет. Но тем, у которых были родственники, родители или деды, рождённые во время Румынии, потому что мы были 22 года вместе с Румынией, в том же государстве. Если у тебя деды или папа или мама родились в том государстве, ты можешь вернуть своё гражданство. Так и называется. Вернуть гражданство. Но это практически все молдаване. Могут, да. Но не все хотят, да? Ты из Приднестровья не могут. Хотя Приднестровье было 3 года в составе румынского государства во время войны. Там был какой-то гулаг или Сибирь для румын. Особенно для евреев, для ромов и для большевиков. Вот так вот. Да, из Румынии. Интересно как. Так, задаёт вопрос Юрий. Почему в Молдове румынский флаг с гербом Королевства Румынии? Почему нет? А какой герб? Я не знаю. Нету никакого герба Королевства Румынии. Там аквила румана. Та птица и на молдавском флаге, и на румынском флаге это древний герб латынских государств. Румыния окружена славянскими государствами. Но Румыния и Молдова две латынские государства и один народ. И поэтому, наверное, они взяли ту аквилу руману. Что это аквила? Так, Герман спрашивает, что Олег знает о Карпата-русах, если они в Молдове? Я вообще первый раз с Карпата-русом слушаю. Русины, может быть, я слышал. Да, я слышал что-то, но не интересовался. Я знаю только про старовер, про русских старовер, которые живут там у Дуная. На юге, где вы говорите, что вы родились, там живут русские староверы и в Румынии, и в Украине, и в Молдове. И даже есть меньшинство русских староверов в Румынии. И у них даже есть свой представитель в парламенте. Понятно. Но Молдаване, в целом, я считаю, такой народ не воинственный. Или я ошибаюсь? Нам на истории говорят, что Румыния никогда, и Молдаване, и Молдова, потому что все Молдаване румыны. Не все румыны молдаване, как и москвичи. Не все русские москвичи, но все москвичи русские. Нам преподают, что Румыния никогда не атаковала никого. У нас были только воины, чтобы защищаться. Но это неправда. В 1919 году Румыния атаковала Венгрию, чтобы отбить оттуда коммунистическое правительство. Потом в 1941 году вместе с Гитлером атаковала Советский Союз, вернула Бессарабию, но потом перешла Днестр и дошла до Сталинграда или дальше Курская Дуга и так далее. Ну да, были такие отдельные подразделения румынские. Так что мы не можем хвастаться, что они драчуны и что миролюбцы. И сейчас румынские солдаты есть и в Афганистане, и везде, где НАТО просит, потому что Румыния еще с 2004 года член НАТО. А вот скажите, у вас коррупция повсеместная, так же, как и у нас, но почему-то уже за рубеж в Молдоване большей частью все-таки законоповслушными становятся. Как вы это можете объяснить? Вот я для себя пытаюсь решить эту проблему, никак не понимаю, почему здесь мы все участвуем в коррупции, большей частью. То есть мы против коррупции, но для себя нам нужны лазейки, чтобы каждый из нас мог обойти закон, как-то решить проблему. Но так-то мы очень против коррупции, но она нужна, чтобы решать какие-то проблемы свои личные. И то же самое у вас. Как вы думаете, почему это происходит, и что надо сделать с людьми, чтобы как им это объяснить, что надо изживать из себя? Наверное, потому что нету расправы над теми, кто ворует. Нету суда здесь, в Молдове, в Румынии, в России, и поэтому люди воруют. А в Европе их сразу находят и сразу же сажают. Наверное, в этом регионе больше родственных связей у людей, и они не понимают, что взять на работу у тебя в премьерии или в президентской администрации твоего брата, зятя и так далее. Это тоже коррупция? Или, не знаю, это все-таки хотят помочь своим родственникам? И этим становится... Да. Ну, понятно. То есть, а трудно ли молдаванам в правовом государстве привыкнуть к новым порядкам? Или это все быстро происходит? Я думаю, что мы все рождены бояться, если не Бога, то полиции и государства и наказания. Вот, я вспомнил слово. Все так были научены. Но почему-то но почему-то некоторые то ли забывают, то ли нарочно не думают об этом и воруют. Ну, да, если ты видишь такие примеры, тем более на самом высоком уровне, то почему бы и нет, да? Начинают обезьяничать, приспосабливаться к существующим порядкам и, разумеется, втягиваются во все это так же, как у нас происходит. Совершенно верно. Скажите, а как вы оцениваете порядки в Румынии? Вы можете сказать, что Румыния это такое правовое государство? Да, по закону, по конституции и Молдова правовое государство, и Советский Союз был правовым государством, и там соблюдались права человека. Но по факту я выиграл несколько судей, несколько дел в европейском суде по правам человека против Молдовы, и сейчас работаю над очередным иском уже против Румынии. Потому что везде права людей нарушаются, везде, где я жил, где я был. Особенно если ты активный гражданин, если ты снимаешь, протестуешь, входишь в партии, или баллотируешь о независимом, то уже против тебя включается полиция и другие органы. И вот ты находишь, что закон есть, хороший, скажем, закон про митинги. В Молдове кажется, самый лучший закон в Европе. Я протестовал от Португалии до Варшавы, до Бухареста. Я знаю закон, мне кажется, что молдавский самый хороший. И все равно тебе могут запретить протестовать, и может полиция в гражданском прийти и встать перед твоим плакатом, или придумать что-то, или придет какую-то провокацию сделать. А в Румынии еще хуже. Хотя Румыния уже одиннадцатый, двенадцатый год член Евросоюза, а здесь закон закону тридцать лет почти, двадцать восемь лет. И по этому закону я уже получил несколько штрафов. Меня задерживали несколько раз. А за что задерживали? Можете рассказать об этом? за протест. Вы стояли в пикетах? Или это был митинг? Или хотел заходить в примарию, как это называется? Мэрия Рада. Да, в мэрию хотел заходить на публичное собрание, слушание совета. Не разрешали. Я тогда начинал протест, и меня забирали два-три полицейские, отводили оттуда, ставили штраф. Вот Злой Райчук пишет, что его посадили в Молдове за четыре видео в Ютубе, и Олег помогал ему с организацией протеста. Вы знакомы, наверное, Он сейчас живет во Франции, получил, кажется, убежище. Я его тоже пригласил в нашу передачу, но почему-то он до сих пор не написал вам, как я ему сказал, или мне свою идею в скайпе. Вот он мне отправил какой-то айди в скайпе. Можем его пригласить. Он как раз русскоговорящий, ему легче говорить. говорить по-русски. Прекрасно. Давайте позовем. Он как раз один из тех молдаван, который никогда по-молдавски не говорил. Он кажется, родился где-то в Средней Азии, но жил всю жизнь в Молдове. Ни слова не выучил по-молдавски или по-румынски. А когда уехал в Европе, начал учить французский. Ну, вот какие вы... Я говорю молдаване по-лиготы. Давайте звать злого Райчука немедленно в эфир. Вы добавите к нам, просто добавьте в скайпе. Я не могу подключиться, пишет злой Райчук. А что случилось? С телефона это очень просто. Почему? Ой, как жалко. Он под своим именем Александр Райчук. Вы можете его найти или мне попробовать? Нет, он пишет в чате, что он не может подключить по каким-то причинам. Наверное, просто может находиться где-нибудь где не очень удобно. Вот я нашел одного. Александр, давайте присоединяйтесь к нам. Если уж не сегодня, то в любой другой день. Будет интересно с вами поговорить. Я нашел двоих, я пригласил обоих. Ну, ладно, сейчас разберем. так, выключил Олег камеру для чего-то, а я пока вам отошел, вы отошли, да, наверное? Хорошо, я вам ищу какую-то информацию о Приднестровье. Так. Тут дается Великая Отечественная история, в общем, Википедию читаю. Приднестровский конфликт. Нет, лучше давайте слушать Александра Раечука, кто знает, когда он еще появится. Он первый раз... Добрый вечер. Привет. Добрый вечер. Это вы во Франции сейчас изучаете французский язык? Да, Александр? Но говорили, не можете присоединиться. Слушайте, но вы, получается, политические беженецы из Молдовы во Францию, да? Если так быть точнее, пока в статусе ожидающего рассмотрения дела. во Франции все намного сложнее и очень долгая процедура. Ну, это понятно, но я имею в виду, что вы попросили такого убежища, да? Ну, я вообще-то претендую на конституционное убежище. Во Франции в Ирлище от Евросоюза есть счетная позиция конституционное убежище. Оно предоставляется лицам, которые притесняли на родине за борьбу за гатанские права, за вообще-честная активность. Угу. Но Франция тоже член Евросоюза. Да, это прекрасно. Поэтому есть дополнительные позиции. Франция что в дополнительной позиции? Ну, в отличие от общих норм по политическому убежищу, у Франции имеют две дополнительные позиции по убежищу. Это конституционное убежище и медицинское убежище. Да, понимаю. Скажите, пожалуйста, что вы знаете о конфликте в Приднестровье и, может быть, вы в курсе, как там живется людям? Что-нибудь можете про это рассказать? Ну, об этом я... Само разжигания конфликта я застал в армии и уже демобилизовавшись, я просто получил прикрепительный такой документ и, в принципе, меня это миновало, то есть, меня не отправили. А более подробно, более подробно, чем сказал Олег, я не знаю, кто может еще рассказать, в обычной бытовой ситуации, когда я поезжал к знакомым в Приднестровье, тогда, сейчас... Это очень интересно рассказывать, это очень интересно. Допустим, в Бендерах я приезжал к своему товарищу буквально сразу после военных действий, военного конфликта, и он мне поведал такую историю, что по жилым домам кто-то ввел прицельную стрельбу и просто именно в конящие окна. То есть, там не было никаких боев, просто был жилой квартал и кто-то, видимо, догнетал какую-то военную ситуацию и одна из пуль угодила к нему в телевизор, и после этого он перестал включать вечером свет. Кошмары. Поэтому, говоря, что проблема в том, что это языковая, это начало конфликта, или о том, что это было вовремя народа, это все были манипуляции с самого начала. Это провокаторы, это вот эти снайперы, это всевозможные всякие сотрудники, штатска, это серьезная работа проводилась. И так же, как и в Крыму, я думаю, все было сделано быстро, оперативно, и население было поставлено прихватно. Подробно я уже не знаю. В принципе, карта языковая изыгрывается и сегодня. Это такая тема, очень популярная особенно среди социалистов. Они спекулируют ею постоянно, особенно перед выборами всевозможными. Но я не думаю, что получится что-то разжечь по перед не строили сейчас, потому что уже самое продуктивное население, которое могло что-то взять в руки, это уже закрепится. В Молдавии уже практически мало кто остался, кто может с руками, может кто-то с чем-то в руках пойти, там, на баррикаду или еще куда, на каком-нибудь Майдан. Уже трудоспособное население все уже уехало. А с чем вы пытались бороться там? Что, собственно, какая тема вас интересовала? Все началось как бы из-за шкурного вопроса. То есть у меня просто хотели это брать участок земли в центре города. Небольшой, маленький. И все это было настолько организовано, что они не остановились ни перед чем. И вплоть до того, что сожгли мои постройки, два моих автомобиля. И я с этого момента начал составить свои права. Но мне сразу сказали адвокаты, что никто тебе не будет помогать против местной власти. И мне пришлось самому взяться и изучить право. Я стоялся в участок, а уже опыт был, люди меня уже слухают, и я начал помогать людям. вам логичных вопросов, других вопросов. То есть вы занялись правозащитой? Да. Потому что деятельностью кримической уже нельзя было заниматься. Потому после того, как я уже переследился с очень многими в городе, мне не дали жить. Мне и так создавали проблемы налоговая инспекция постоянно. Мне только слова сбиваться. Скажите, а вам удалось как-то отстоять свое имущество? компенсации какие-то получить, нет? Не-не-не, компенсации. У меня был суд длительностью семь лет, и он был убит очень такой интересной судьей взрослого клана, очень мощного. И он был убит, если вы можете в вопросе права, знаете, обратной силой закона. То есть она совершила невозможное действие. То есть она приняла закон, который вступил после восстановления ситуации, рассматривая на суде. И никакие протестовки ни в пенсионную инстанцию высшую не принесли успеха, потому что она дочка судей из высшей соединенной палаты. У нас так в Молдавии тринят, у нас если кто-то судья, то он затягивает всю свою родную систему. Нормально, да? Теща тоже судья. У меня должен был такой казус, мы дело перевели в город подальше от моего родного, чтобы не было конфликта интересов, чтобы не было процесса. И так по такому случайному стечению случайным образом был назначен прокурор, который был двоюродным братом, судьи, была в моем деле потерпевшей. То есть по одному телу судья была потерпевшей, и прокурора случайно назначили ее родственника. Естественно, он в суде заявил самоход, но представляете, насколько большая плотность родственников, что они даже пересекаются случайным образом в судебной системе. Вот такая ситуация. Да, небольшая молдоба, что делать? А если клановое трудоустройство, то конечно замечательно. Усиливают друг друга, усиливают влияние, потому что сегодня ты судья, завтра не судья, кто тебя прикроет. После увольнения же могут и посадить, всегда так можно. А если там уже и другие судьи, прокуроры, это уже все, это система. То есть они уже обезопасили себя, то есть не деньгами они себя большими забавляют. Они связаны. Почему они связаны? Понятно. Так, тут вопрос к вам от Германа. Есть ли криминал, связанный со властью в Болдове и насколько он опасен оппозиции? Криминал. То есть устраивают ли с оппозиции разборки руками криминалов? Ну смотрите, какая ситуация. Вообще-то с тем криминалом, который вы понимаете под криминалом, это в законе, смотрящие и так далее. такие вот. С этим было покончено при Воронине. Я думаю, это его единственная заслуга перед государством. Но как только он с этим покончил, он сам стал этой мафии. То есть практически в полицию идут работать исключительно для того, чтобы крышевать участок в каких-то схемах. Прокуратура, если в следственном отделе работает заключительно с целью кого-то посадить, с целью вымогать деньги. То есть я говорю не просто так для словца или поспекулировать этой темой. Я сам сидел в тюрьме определенное время и вне тюрьмы я как бы общался с разными людьми. Это на самом деле. То есть вымогательство, крышевание, это конкретно профиль сотрудников полиции. Я не говорю про всех. Есть хорошие люди там. Но в прокуратуре я не знаю никого, кто был бы случайно, то есть без того, чтобы дать денег появиться в прокуратуре. Там люди конкретно занимаются серьезной работой. Серьезной. Саша, ты слышал про Костю Цуцу, чемпион по kickboxingу, саучесник в убийстве. И он стал депутатом, несколько раз. И был при президенте демократов, власти. Теперь исчез. И Костя и президент криминал. Но может вернуться. И такие моды... Это уже криминал структурная власть. Это выборная власть. Я говорил просто про выборную власть именно новую. А выборная такая же самая. Да, да, да. Скажите, Саша, вы вот упомянули, что вы сидели в тюрьме. С чем это было связано? Что такое? Что случилось? За что? Это был не первый мой контакт с правоохранителем. Ну, с правоохранителем я старой связи. Я бы выразился уголовное дело. Это было уже мое не первое, по которому меня посадили. Первое у меня было и обошлось без тюрьмы. Это тоже интересное дело было. За насилием судьей. Ты взял и тряхнул в судью, что ли? Я не понимаю. Нет, там была ситуация, когда я облил ее зеленкой. Это было не чисто эмоционально, это было все подготовлено, потому что была определенная ситуация, когда нужно было выкинуть ее из дел, которые она захватила на свое рассмотрение. И надо было ее отвезти. И только став потерпевшей от меня, можно было выкинуть ее из рассмотрения этого дела. Но тогда мне удалось избежать тюрьмы чудом. Как многие мне говорили, чудом тебе повезло. А второй раз я столкнулся с уголовным законом два года назад, летом, по сути уголовного дела и предъявленных обвинений за четыре видеоролика. и не столько за их публикацию, а именно за сами сюжеты. То есть за то, что происходило. Скажу вам, там никакого кинала нету. То есть я присутствовал обычно будет обращаться какие-то органы, требуется каких-то прав своих, и они просят, чтобы это было публично. И с другой стороны, это защитит, чтобы не было ложных обвинений, что они что-то сделают не надо. Я обычно так с людьми сопровождаю, мы заходим чиновникам, они выясняют свои вопросы, я это снимаю на видео, потом публикую. С одной стороны, они защищены от самобравства, с другой стороны, дело становится публичным, и какие-то вопросы начинают иногда сдвигаться с места. Я был в трех таких случаях, сопровождал, и один случай, когда я просто возмутился тем, что закрыл здание суда, хотя все суды в Молдове, они открыты, даже в обеденное время, а там некое было самобравство, я возмутился, снял эпизод, вызвал полицию, то есть немножко застил проблему. И вот четыре таких ролика были положены в основу четырех уголовных дел по составу уголовной хулиганка. Я знаю в России тоже хулиганка уголовная, очень такая распространенная тема для активистов. Но когда я уже отсидел и вышел, стал разбираться, и выяснилось, что это всего лишь был повод, потому что на самом деле ситуация была такая, что буквально за несколько дней до начала активных дел, с документами, то есть я уже видел, потому что эти ролики в разные периоды были сняты, но именно я посмотрел, когда началась активная работа процессуальная. И выяснилось, что это было буквально сразу после того, как я начал публиковать в интернете махинацию с воровством местного бюджета сумма около 100 миллионов лей. Это переводено на евро, это около 5 миллионов евро. И в принципе потому что ролики это не такая страшная тема, чтобы устраивать такие уголовные дела. А вот кража 5 миллионов евро это да. И что интересно, когда я вышел из тюрьмы, стал поднимать вопросы и все документы были уничтожены. У меня сохранились видеозаписи, разговоры с судьями даже, что да, было такой попытка украсть через суд кстати около 5 миллионов евро. И в принципе я думаю меня именно за это туда и запрели. Упекли. И когда вы приняли решение уехать? там ситуация сложная. Меня так сказать не выпустили. Я вышел сам, потому что ситуация права, права, козвистика. Оказывается, чему можно выйти самому без решения, чтобы оттуда выпустить? Дело в том, что следствие судебное до сих пор не закончено, в течение двух лет идет. и я по идее должен был все это время там еще сидеть. Но была большая работа, вот Олег очень организовал митинги протестов в Кищеневе, и везде только можно было, и публикация разных дел. он привлекал общественное внимание. Во-вторых, люди там тоже, мои знакомые, с которыми мы тоже занимались разными проблемами, вопросами, тоже обивали пороги, то есть людей поднимался резонанс, шум. И помимо этого создалась такая казутическая ситуация, когда судья, который должен продлить мне арест, он просто не мог этого сделать технически, потому что дела у него не было, ну как? Дело ушло в высшую судебную палату, потому что добивался перевода в другой город, рассмотреть это должна только высшая судебная палата. И получилось так, что судья физически не мог продлить. И на выходные меня просто выпустили, потому что не имели право держать. А после, ну там много вопросов, а повторно арестовать, по тем же основаниям они имеют право, но в течение этих двух лет они создавали попытки для того, чтобы были новые мотивы меня арестовать. Было три ложных заявления об уголовных преступлениях против меня. Один из них я даже на ролик выложил в интернет. продолжали всевозможные провокации. И в конце концов, когда я ознакомился с делом уголовных, увидел там сейчас подлоги, учитывая общий багаж этих провокаций, потом была попытка отравить отца. Я посчитал, что это реально попытка отравить, потому что человеку-сердечнику, когда врач лечит это сердце и резко меняет лекарства на психотропные с тем, чтобы снизить давление, там успокоительные мощные и еще такой попытки убийства. Для чего он это сделал, я не знаю. И поскольку я поднял этот шум по поводу отца, чтобы там уже разобрались, и после этого я просто экстренно выехал. Сын чтобы опять же никаких продолжений не было. Но отца я тоже уже заберу. Вот. Подмеченство я заберу тоже. Скажите, а кто вы по профессии? Значит, я давно не работал по профессии. Последнее место работы исполняющей обязанности начальника лаборатории измерительных приборов электромагики. Это было настолько давно, 90-е годы, то есть когда промышленность была, да? Да, да, да. Когда начало разваливаться, я просто открыл индивидуальное предприятие, вот, и оказывал всевозможные услуги в области технической, вот, занимался автосигнализацией, установкой, вот именно вот тот пожар, когда от меня сожгли, все, это вот именно была моя работа, то есть я там, у меня был большой бокс, там занимался авторемонтом, сигнализацией, все такое, в центре города, и видимо, видимо, там даже на счету были заинтересованы в земном городе, у меня тут не началось. Да, у нас целые кварталы сжигают в центре городов, чтобы освободить землю от владельцев, так что эта практика вообще известная, так скажем. Слушайте, тут вас в чате назвали молдавским. А есть ли у вас в Молдове кто-нибудь приблизительно похожий на такого деятеля, как Навальный? Не, я далеко не Навальный, вы что. У нас Навальный это вот Олег. Есть у нас Матасару, очень бесстрашная эта личность, очень бесстрашная. Матасару похож на того Глеба Павленского. У него протесты такие артистичные, продвижные. У нас что-то пропадает звук у Александра. Что вы сказали? У вас не было слышно? Я молчал, слышно. А, мне показалось. Ну что? Ну вот, представляю вам Александра Титова, москвича нашего, который решил зайти в эфир, чтобы задать какие-то вопросы вам. Александр, вам слово. Олег, вопрос вам. Здравствуйте. Значит, расскажите, пожалуйста, а что сейчас происходит в Трансильвании? А что должно происходить в Трансильвании? Завтра будут выборы, президентские выборы. Ничего особенного не происходит. Ну там же большинство венгров живет, правильно? Нет. Есть несколько жудецов, районов и все. Какое мне рассказать? Кто терял независимость? Трансильвания. Так у Трансильвании никогда и не было независимости. Она в 1918 году воссоединилась с Румынией и это осталось до сих пор. 1 декабря. Поэтому и празднуют национальный праздник Унирия, Зива Унирии, когда Трансильвания присоединилась к Румынии. Да, но это же она же изначально Венгрии принадлежала. Ну, было дело, да. Австро-Венгрия. Да, значит, а насколько я знаю, Румыния завоевала Трансильванию просто начисто и присоединила. Как она могла во время второй войны, как это называется, всемирной войны? Второй мировой. Второй мировой войны, если она была с немцами до августа 44-го, а потом вместе с советскими, как она могла завоевать? Она просто освобождала свои земли. То есть вы считаете, Трансильвания это румынская земля? Ну, смотря как считать. Да, там большинство румын. Теперь румынская. Так же, как в свое время Советский Союз Среднеазиатские республики себе присоединил вот так же точно. Дело в том, что средние века Трансильвания была исторической частью Венгрии и была очень важной частью для Венгрии, потому что оттуда происходили правящие роды даже венгерские. А вот интересный вопрос. Когда-нибудь у Румынии были проблемы военного характера с Венгрией? Стычки какие-нибудь что-нибудь такое? Было? Ну, так я как раз сказал, что была компания румынская армия атаковала Венгрию и даже говорят они освободили Будапешт от большевиков в 1919 году. И больше не помню. Думаю, нет. Но вы знаете, вы говорите, что Трансильвания давала королей для Австро-Венгрии. Трансильвания давала и первых правителей воевод и для Молдавского государства в 1359 году и для Валахии в 1331 году. И этот цепеш Дракула тоже в Трансильвании прятался. И все они родственники, потому что полно уйма румын и в Трансильвании и в Валахии и в Молдове. Прикиньте? Да. Вас волнует судьба Трансильвания, Александр? Почему-то, да. Мы начали говорить про Приднестровье и уже переехали, перешли к Трансильвании. Меня не волнует. Меня волнует. Я очень люблю этот край. Я там был и хочу знать, что там происходит. Пока все мирно. там люди живут лучше, чем в остальной Румынии, чем здесь, в Валахии или там в Молдове. Независимой Молдове или в Румынской Молдове. В Трансильвании живут лучше. Особенно в городах. А вы в Валахии находитесь, да? Я в Бухаресте. А Бухаресте. А Бухарест в Валахии, да. Понятно, понятно. Давайте действительно пару слов об административном делении в Румынии. Вот что там, сколько там разных вот Валахию назвали, Трансильванию, что еще там есть? Валахия это южная часть Карпат. Молдова это не западная наоборот. Восточная Восточная вот Восточная часть Трансильвания внутренняя часть Карпат потому что Карпаты имеют вот такую форму. И внутри Карпат там Трансильвания на востоке Молдова и я сказал Молдова появилась как государство из-за Драгоша одного Трансильванина который переехал Карпаты и сделал себе государство в 1359 году первая столица у него была в Бае потом столица перешла в Сучаве потом столица перешла в Ясах но в 1812 году еще восточнее Молдовы восточную половину Молдовы Россия отобрала себе и назвала это губернией Бессарабия и это длилось больше века но в 1918 году Бессарабия провозгласила свою независимость в Январе а потом в Марте сказала что мы соединяемся навечно с Румынией и это длилось 22 года до решения Гитлера и Сталина разделить Европу и что Сталина интересует Бессарабия и тогда Сталин отобрал обратно Бессарабию и из нее сделал нынешние границы Молдовы Часть все-таки он Украине присоединил Северная часть там где Черновцы отдал Украине и южная часть где вы говорите вы родились там Белгород-Днестровск Измаил Килия несколько городов и множество сел тоже отдала Украине сейчас часть Одесской области области да так тут какие-то странные вопросы спросите успеха Молдова я очень не очень понимаю вопрос пока Молдова принадлежит мафии а мафия под контроль на России этот президент Дадон под контролем Путину он за три года своего мандата кажется 50 раз ездил в Москву летел в Москву он каждую неделю там в Москве ездит а другая мафия которая называет себя партией демократов под контроль на как бы Румынии или Соединенных Штатов ну это мафия и теперь они вместе правят и Дадон и тот мафиози демократ у них сейчас свое правительство так Молдова принадлежит молдаванам по конституции но молдаване половина уехала куда угодно сначала в Россию собирать деньги потом купить себе румынский паспорт или польский или любой и потом уехать куда угодно в Европе а другие остались здесь в Румынии у меня есть двоюродные братья в Клуже я в Трансильвании или в Брашове у меня есть двоюродная сестра и многие молдаване остались в Румынии работать жить учиться и так далее и так далее или куда угодно пол села ездили работать на Украине в России или уже позже в Россию или в Израиле или в Америку а вот здесь у нас пользователь появился Пиким Бога а он спрашивает про молдавского Сатова что такое ну это тоже кажется мафиози какой-то он появился из России он появился из Молдовы но сделал свои миллионы как-то в России и с теми миллионами он приехал и сделал партию в Молдове или две три партии кажется и стал мэром города Бельцев вот откуда Александр Райчук не родом а уехал сбежал из Бельцев я тоже близи Бельцев родился но в селе и этот Усатый стал мэром города его выбрали кажется 70% из первого тура сразу же но ему открыли уголовное дело и он сбежал в России и правил городом через скайп через зашипись а потом приехал когда другой мафиози уехал из Молдовы он приехал обратно обратил и опять стал мэром уже 80% за него голосовали или где-то так а у вас что не потасовывают результаты нет он раздает людям подарки и люди голосуют за кого угодно то есть достаточно иметь много денег и обязательно авторитаризм приглашать Стаса Михайлова или делать концерты с Киркоровым и люди будут голосовать как милые в Аргееве тоже так получилось с другой мафиози его выбрали кажется 78-80% людей охренеть вообще когда бедная страна когда люди смотрят первый канал то ими можно очень легко управлять так я прошу все таки вернуться Аральчука в эфир это очень просто жмите кнопку в скайпе присоединиться и вы снова окажете в эфир а еще можно вернуть Молдову Атаманской империи как наверняка ищи за принятие Турции которые не признают существование вене этой страны не признают мы подконтрольны и Атаманской империи тоже наш президент президентский дворец отреставрировали турки и не просили никакие деньги за это это был какой-то подарок президенту Молдову Додону но кажется им что-то дали за это дали семерых турков которые преподавали в турецком лицее в Молдове этот Ердоган кажется сказал что они террористы и что они связаны с тем Фаттулахом Гюленом и дайте их мне и них просто взяли поставили на самолет и отправили в Турцию без документа без никакого суда это произошло год назад я протестовал по этому поводу конечно ну маленькие кусочек свободки так так режим Бога извините я туплю немножко нет узнать как они там паспорта покупают мы готовы присоединиться к покупке над капюшем а можно купить в паспорт в Молдове так они придумали кажется в прошлом году такой закон если ты ставишь 100 тысяч в молдавскую экономику то ты можешь сразу получить молдавский паспорт кажется а в Румуне есть такой закон нет нет очень но вряд ли хотел стать гражданами молдовы но коррупция такая что можно 100 тысяч евро что угодно 100 тысяч левов нет это евро я сказал примерно я не помню точно так Александр сейчас произнеси злой он знает он как раз хочет избавиться от этого гражданства Александр может сказать почему он живя 30 лет в Молдове или 40 лет в Молдове не выучил тот язык кажется из-за языка появился этот конфликт что такое происходит с русскоязычными они не учат молдавский язык хотя они остались в Молдове только 6% русских или 4% русских 6% украинцев но они претендуют чтобы говорили по-русски с ними как вот Александр нас нас слышать давай давай дадим 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 упал упал ну ситуация такая предыстория я рожден был в Киргизии так получилось у меня родители специалисты кидали по Советскому Союзу вот и когда уже чувствовали что были в Молдавии мы поселились на севере в городе Бельксе и так уж сложилось что город Бельксе это такой русскоязычный язычный город я сам по большому счету не русский и украинец но с момента моего появления там это год год 76 по-моему вот у нас все было абсолютно по-русски у нас язык только где мы сталкивались молдавская речь это написи на магазине двуязычный русский молдавский и в Бельксе они всегда были русскоговорящим городом просто никогда не возникала необходимости учать язык я учился в школе потом учил русское образование и всегда это было русском после когда пошла независимость молодомы и когда я занимался прожаток вопросами я между прочим руководством закона по языкам я писал специальные заявления о том чтобы в городе была организована положенная по закону бесплатная группа для обучения государственному языку и мне предказ местная власть она просто не выполнялась их обязанностей и вот эти курсы не были организованы это как бы это не качество это просто вот эта система которая должна была обучать она просто не работала и город Бердце по-прежнему оставался русскоязычным даже до сегодняшнего момента просто вот эти вот кланы которые поддерживают анастальгическую тему они заинтересованы и поддерживают свою публику это в большей части сейчас пенсионного возраста но их публика она опять же как Олег Глебов она подпитывается постоянно российскими ТВ и это должна быть русскоязычная публика и поэтому на протяжении долгих лет город Бердце удерживает именно русскоязычную вот такая вот ситуация Алло Вы хотите сказать что до сих пор большая часть или селения города Бердце это русские украинцы уже не больше уже не больше потому что очень много людей уехало но дело производства даже в местном органе власти и вот заседание русских это оно происходит на русском понимаете то есть документ документ оборот в местной мэрии происходит на двух языках но в большей части на русском Вы согласны с моим мнением что русские ленятся национальные языки вот территориальные так скажем языки изучают или какой-то снобизм в этом все-таки есть я помню в Киркесе тоже спутала и мне впечатляло что русские совершенно не знают в Киркесе даже я пыталась его изучать в Киркесе в Киркесе и не нашла вариантов как и вы собственно смотрите тут намного сложнее моя тематика напольная такая техническая и смотрите с чем вот мы сталкиваемся до сегодняшнего момента допустим в Молдавии действуют строительные правила российские советские то есть это документация на русском всевозможные посты они просто поддерживают новые неразначные старые то есть много технических китайцев до сих пор на русском то есть технисты они должны знать русский язык либо английский понимаете и вот с другой стороны сам город более русскоговорящий и ничто не поддал чтобы была необходима у человека то есть то есть то есть то есть просто создать такие условия чтобы это было необходимо и все быстро справятся как они это делают то есть в странах в странах уезжают постоянно быстро начинают местные изучать это демократично сайт интернет на 10 языках в том числе на русском но но большая жизнь бытовая всевозможная она все равно соответствует необходимость знать язык магазин я не могу по-русски французы проще французы тоже они английский очень плохо от многих стран французы ленятся они не хотят английский и здесь у франции надо знать хотя бы быть французом хотя допустим какие-то вопросы регулировать есть система чётко она здесь либо доходится переводчик на месте либо есть по телефону специальная госуслуга набирает номер и переводчик не переводит но все равно без языка никак а вот в Бельцик по-любому вывести рекламу все везде все на русском языке и на русском даже я знаю норма такая в ходе завершения за рекламу которая будет на другом кромерском языке но без присутствия там будет штраф потому что уже через штрафы потому что все было без русских русских я только знаю помогают потому что все такие русские допустим проводят время суда немножко начинаешь понимать и в французском есть много сложных и это помогают и это помогает у нас немного у нас есть Москва и Перепетичева нет ничего я понимаю вас то есть Париж вам нравится или нет давайте честно ответим или вы пойдете честно мне нравится франция франция я нахожусь в центре Парижа это от центра Парижа от этой башни это пределы километров башни вот вот в принципе здесь четко уступны все эти транспортные коммуникации тут это не проблема это по всему действию действуют очень скоростные транспортные коммуникации и вот там где я сейчас нахожусь я не буду говорить название городка город это сплошной массив переходящий в названиях а так это не прекращающиеся здания это микрорайоны микрорайоны да я не буду говорить потому что я все-таки нахожусь в розыске в республикану удалии следственные органы у меня и следственная прокуратура поэтому я не говорю название конкретного пункта но этот он довольно-таки чистый обряд все красиво все хорошо люди установка то есть я доволен я доволен я доволен это Париж который для туристов грязный потому что Париж да здесь на окраине очень красиво ну слушайте а вы сейчас в лагере живете или где-то снимаете я легально я легально въехал значит я все-таки дал понять что я правовой теме не начинают все-таки сидеть в судах и не знал как правильно ехать и в принципе два месяца после въезда представили временное жилье вот и все остальное благо благо я прожил как-то плачу плачу вот и в принципе но работа вы имеете право или вы нам по сути ну как вам сказать надеюсь службы местные не слышат они легально как бы какие-то преработки специально здесь возможно здесь Германия здесь кто-нибудь они будут за руку официально этим можно заниматься по истечении полгода после начала рассмотрения мы делаем документы по заставлению убежища вот спустя полгода я имею право подать документы на получение разрешения но есть еще другие способы то есть можно буквально с первого дня открыть предприятие юридическое лицо и уже заниматься деятельностью физического литурического лица то есть можно все вот но я выбрал такой путь исходя из того что это быстро потому что когда я получаю эту процедуру по жилью биржу там много фокусов меня начинает бороться организация есть общественные организации которые помогают людям очень сложная бюрократия очень сложная очень сложная очень сложная но если если у таких организаций это радует это все трепутировано отделено как бы каждый занимает свои темы есть организации которые помогают бежим одиноким есть тем которые семьи есть которые делят контингент группы и каждая имеет свой контингент но они финансируются как общественные как бы финансируются но они получают а давайте Александр вы как-нибудь нам отдельно придете сделаем с вами спец и пир об этом по Франции это многих интересует это было бы очень интересно подробно вас спросить можете мне такое обещать окей окей тогда мы с вами пишемся отдельно оговорим время которое проведем такой эфирчик а сейчас я буду немножко ввести все к самому вопрос про метро почему пугает туристов почему пугает ну смотрите этим оно бывает даже и туристов других французов которые приедут издалека оно не настолько логичное как московское потому что московское просто это жук с кольцом все просто это жук с кольцом все это все это все это ради денег тут нельзя ехать без остановки так чтобы было удобно а тогда ждите тогда ждите когда у нас были спецфирмы обсудимые это тоже сейчас наш эфир близится к завершению я предлагаю высказаться о перспективах собственно преднестровья как вам видят будущее и начнем конечно с Олега Александровна уходите будет интересно ваше мнение Олег как думаете как будет ситуация развиваться пока преднестровье признала ли только Осетия Абхазия ну подобные такие вот странные или как бы скажем самопролошенные да да нет я Олега спрашиваю Олег с нами да я с вами но я не знаю что будет дальше это все зависит от России вы думаете Россия наложила свою лапу и будет держаться крепко за этот участок земли за этот и за гагаузский участок земли там тоже я сказал турецкое население но они тоже по-русски говорят и все они подконтрольны Кремлю и Молдова тоже зависит из-за этих регионов зависит от Москвы и зависит и от преднестровского электричества почему-то мы продолжаем покупать электричество от Кучерганского ГЭС потому что наверное Россия дает преднестровцам и газ дешевле и уголь и все что можно сжечь а потом эти долги ставят на молдавское правительство потому что официально Приднестровье принадлежит Молдавии то есть Молдова мало что решили территорию так еще им нужно оплачивать все эти остатки да так что этот конфликт замороженный все зависит и от Украины тоже как она сможет решить свои крымские донбасский донецкий конфликт до сих пор 25 лет Украина была вместе с Россией в этом конфликте преднестровском конфликте но теперь она поняла что с сепаратизмом нельзя играть и что это может быть больно и теперь уже Россия очень трудно добирается до преднестровского региона через Украину скажите но ведь этот конфликт не дает Молдове даже надежду на вступление в Евросоюз почему нет мы можем как и Кипр сказать что северная часть у нас восточная часть и войти в Европейский союз частично без без Приднестровья понятно понятно Кипр же мог 2000 но судя по всему нынешняя власть Молдови не торопится Евросоюз да? потому что им выгодно и так так у нашей мафии от металл из Приднестровья в Румынию если можете это себе представить европейская страна понятно понятно Александра что вы думаете какие перспективы украины украины на счет мы на счет строви по строви я не буду пытаться что-то угадывать по перспективе самого Молдова можно сказать что никакой Европы ей не светит потому что мало того что она не дотягивает а во-вторых не нужна она здесь вот единственное она может быть в статусе больших больших и в таком статусе она может быть десятилетиями и как и Турция с 68-го года в Турции да да ей не светит но вот эта ситуация она позволяет спекулировать именно тем кто захватил власть я много говорю захватил такие потому что это просто идет банально вы можете сказать то есть что не получает деньги с Европы когда приходят до пика чтобы денег уже взяли много а никаких изменений нет идет смена власти а теперь они просят уже с другой стороны понимаете это просто это просто политические попрошают мало того что идет полный мусор всего населения это еще противопрошают и им это выгодно во-первых если присоединение кумы не произойдет то получится такая ситуация возникнет то придется пересаживать все места места кому это выгодно и кто из чиновников прокуроров судей находятся на полустах они смогут избежать если после 10 дней это нормальный прокурор выгоды выгоды с экономистом был директор 5 и он не такие интересные тоже 9 лет это был интересные экономисты тоже уступны на связи с тем вся тюремная система она даже конором то есть деньги получаем из Европы это определенная сумма которая придает им для того чтобы были единственные человека и это превращается в огромную ферму человеческую ферму получают сумму как из государства так и из Европы и она заинтересована дальше деньги либо тратить через ряды своих лиц но чтобы бизнес надо увеличить уголовье и в тюрьму в Молдаве сидит очень большое число число людей которые могут страшно делать сделать вообще то есть здесь интересно там когда разбирают дела дела создают посадочные материалы из каждого человека просто получается это вообще нет нет мне кажется надо еще поблагодарить стримы более подробно поговорить поскольку мы очень мало знаем о стране и раз есть такая возможность почему не обсудить все темы вопросы задавать может быть общебытовые очень интересно ну в общем широкий спектр так что я приглашаю вас сделать такую передачу как вы оцениваете Александр качество интернета у вас в Франции ну смотрите я сейчас в этом у меня не очень интернет предоставлен вайфай бесплатно но вайфай это вайфай это не в номере это вайфай на курс во но мы с нами по мобильному интернет вайфай вот сейчас вы используете вайфай или мобильный интернет да сейчас вайфай ну просто я хочу оценить вашу возможность включить видео например получится когда с вами нормально говорить а ну если конкретно интернет в принципе мы ничего 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 давайте договоримся с вами об этом значит ребята я предлагаю стрим продолжать поэтому начнется новый стрим в ноль часов 15 минут в ноль часов нельзя не ставить такое время хотя я могу попробовать но вряд ли сейчас сейчас тогда мы будем завершать все 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 не мешать и вы сможете через 15 минут через какое-то время присоединиться снова к эфиру вот если есть желание дайте мне знать просто мы будем обсуждать новости какие темы еще вот я приглашаю всех на стрим и вас в том числе дайте мне значит я вас добавила группы из которой я буду вести эффект спасибо всем кто участвовал в этом разговоре очень интересно мне было надеюсь зрителям тоже спасибо за внимание Лет можно да давай только коротко Олегу да скажите пожалуйста какие жители в Сильвании венгрии 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 Харгита и Ковасна а где где находится это посередине Карпат далеко от Венгрии нет 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 я знаю в самой Сильвании где это находится это в сторону Молдовы на востоке на востоке между Молдовой и Трансилванией город какой-то можете назвать Харгита Ковасна Свято Георги а с 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 То есть вот эти три жутерца это венгерские. Два. Большинство людей там живут в Венгрии. Но много Венгров и в Тргумурише, и в Клуже. Но не большинство. Еще раз можете повторить, пожалуйста. Тргумуриш, город Тргумуриш. Нет, нет, нет. А, это только важно. Все, ребята, нет вашей возможности. Из Фынту-Георгия, да? Фынту-Георгий город, да. Все, все. Ховасно. 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 Спасибо. Все, все, всего доброго-доброго. До встречи в эфире. Пока-пока. В конце концов, Саша.